Как результативно провести годовую стратегическую сессию? Именно об этом мы поговорим в данном видео. Меня зовут Кирилл Куницкий, я являюсь основателем компании «Бизнес-Конструктор». На протяжении последних шести лет я и моя команда помогаем тысячам собственников бизнеса систематизировать свои компании и выходить из операционки. Итак, годовая стратегическая сессия. Для чего она нужна и как эффективно ее провести? Для любой компании крайне важно фокусироваться не только на краткосрочных результатах, но и планомерно работать над развитием бизнеса, поскольку мы живем в очень конкурентном мире, когда даже если в конкретный данный момент у вас нет агрессивных конкурентов, которые отхватывают у вас долю рынка, рано или поздно вы можете с этим столкнуться, точнее вы точно с этим столкнетесь при условии, что у вас очень интересная привлекательная рыночная ниша. И для каждой компании, которая хочет достигать долгосрочного успеха, а не просто сиюминутно здесь сейчас заработать каких-то денег, очень важно системно развиваться. С одной стороны закрывать свои операционные задачи для того, чтобы эффективно обслуживать и привлекать клиентов, но с другой стороны системно развиваться. И оптимально это планировать, подобное развитие планировать на годовых стратегических сессиях, которые должны проходить каждый год в любой компании. Естественно, это не единственное мероприятие, посвященное стратегии бизнеса, но именно годовая стратегическая сессия является очень важным, таким, можно сказать, даже кульминационным мероприятием каждый год, на котором задается вектор развития на следующий год. Давайте разберем ключевые принципы и тезисы того, как же эффективно осуществить стратегическое планирование. Первое. Очень важно, чтобы в стратегическое планирование была вовлечена команда компании, как минимум ключевая команда. Если вы микробизнес, если у вас микрокомпания, в которой работает буквально несколько человек, 5, 10, 15 сотрудников, то вы смело можете привлекать весь коллектив на стратегическую сессию. Если вы большая компания, насчитывающая сотни, а может быть и тысячи сотрудников, то на стратегической сессии будут принимать участие ключевые топ-менеджеры, которые больше всего взаимодействуют с CEO, с генеральным директором компании в процессе управления. И очень важно, чтобы именно таким составом, то есть именно совместно происходило планирование, поскольку люди с охотой реализуют те планы, к придумыванию которых они были причастны. Если стратегия была разработана за закрытыми дверьми собственником, либо собственником с несколькими помощниками, и потом была транслирована на команду в режиме, ребята, вот задача, берите и делайте, то вовлечение команды в развитие бизнеса будет намного меньше. Очень важно, чтобы люди участвовали в этом процессе и имели возможность высказать свои идеи и думали в том числе о том, как будут развиваться компании. Поэтому первый принцип – это совместное участие команды, ключевой команды в стратегическом планировании. Второй важный принцип, что стратегическую сессию нельзя проводить, образно говоря, на бегу. То есть прямо с утра у нас одни операционные вопросы, потом стратегическая сессия, потом у нас снова какие-то операционные вопросы. То есть так это не работает. Если вы хотите провести действительно эффективную стратегическую сессию, желательно, чтобы вы выделили как минимум несколько дней. Многие наши клиенты выделяют даже целую неделю на вопрос стратегического планирования. Однако для того, чтобы стратегическое планирование прошло максимально эффективно, очень важно, чтобы к нему вы были качественно подготовлены. Поэтому третий важный принцип проведения стратегической сессии – это предварительный сбор информации, которую вы будете использовать при стратегическом планировании. Какая информация вам нужна? Первое. Вам очень важно понять, что происходит сейчас на вашем рынке. То есть какой потенциал вашего рынка, сколько всего потенциальных клиентов существует на рынке и какое количество этих клиентов уже являются вашими клиентами. То есть какая у вас, грубо говоря, доля рынка. Не надо вдаваться в прямо детальное исследование рынка, но хотя бы приблизительно понимать порядок вот этой доли рынка. Это важно, потому что это дает вам понимание того, какую часть своего потенциала вы уже реализовали и сколько еще можно будет расти. Для любого бизнеса очень важно расти постоянно, потому что в момент, когда вы перестаете расти, у вас начинает атрофироваться функция роста в компании. То есть функции, которые отвечают за привлечение новых клиентов, за захват большей доли рынка, перестают работать. Поэтому очень важно, чтобы компания постоянно росла. Но для этого должно быть некое поле для роста. И это как раз и есть ваш рынок. Далее очень важно системно изучать ваших конкурентов. И накануне стратегической сессии очень важно провести анализ конкурентного окружения. Глубокий анализ, когда вы составите список своих ключевых конкурентов и проведете некий глубинный анализ каждой компании по целому ряду критериев. Способов исследования конкурентов существует масса, начиная от тайного покупателя, общения с клиентами конкурентов, собеседования бывших сотрудников конкурентов, анализ информации во всевозможных открытых источниках, работа с разными базами данных, где вы можете найти какую-то информацию о конкурентах. То есть всеми возможными способами мы собираем информацию о конкурентах в том числе. И очень важно подготовиться, изучив тренды, которые происходят в вашей сфере на мировой арене. Что происходит сейчас в мире в вашей сфере, в вашем бизнесе. И далее, уже имея ответы на эти вопросы, вы отправляетесь на стратегическую сессию. Стратегическую сессию, если вы ее проводите несколько дней, лучше разделить по группам, не мешать вместе вопросы разных категорий. В частности, очень важно выделить отдельное время на работу по совершенствованию вашей бизнес-модели. Бизнес-модель – это продукт вашей компании, применительно к вашей целевой аудитории. То есть не просто продукт в вакууме. Вот мы делаем классные строительные услуги, или вот мы отличный ресторан, или мы классный спортклуб. Нет, я говорю о том, как создать такой продукт, как развить такой продукт, который будет наилучшим выбором для вашей целевой аудитории. Поэтому начинаем мы с ответа на вопрос, кто есть ваш целевой клиент. И далее мы начинаем развивать концепцию вашего продукта. Каждый год вы должны ответить себе на вопрос, что будет представлять собой продукт нашей компании через год. Планирование, особенно в малом и среднем бизнесе, лучше всего осуществлять с горизонтом на один год вперед. То есть вы формируете на стратегической сессии некое годовое видение будущего, ставите конкретные цели, которые потом будут разложены на проект, который нужно реализовать для того, чтобы вы смогли достичь этого видения. Так вот, начинаете вы с планирования продукта. Дальше следующим шагом вы планируете систему привлечения и удержания клиентов, точнее ее эволюцию. Как поменяются методы продвижения на рынке, как вы сможете более активно привлекать клиентов себе в компанию. И после этого уже вы начинаете планировать изменения, связанные с вашей внутренней эффективностью. Это и организационная структура, и бизнес-процессы, и команда. То есть вы, по сути, занимаясь стратегическим планированием, годовым стратегическим планированием, проводите инвентаризацию всего того, что уже есть сейчас в вашей компании и обсуждаете ответ на вопрос, как нам всем вместе стать эффективнее по истечению следующего года. На уровне продукта, на уровне конкурентной стратегии, на уровне каналов привлечения и удержания клиентов, на уровне организационной структуры и бизнес-процессов, на уровне команды и HR-функции. То есть все это планируется. Планируется в режиме, во-первых, командных обсуждений, которые проводятся внутри вашего коллектива, который участвует в стратопланировании. Можно это делать в мини-группах, потом с презентациями каждой группы на общий уже состав и совместной дискуссии по итогам тех результатов, которые получатся. И, конечно, в конце вы всегда формируете некое общее видение, которое вы конкретизируете в цели. Цели сформулированы по критерию SMART. SMART означает, цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, ориентированными на результат и ограниченными во времени. То есть вы ставите цели по критерию SMART и каждую из целей вы потом декомпозируете на набор проектов, которые должны быть реализованы внутри вашей компании для того, чтобы вы достигли данной цели. Собственно, вот это и есть результат хорошей стратегической сессии. По сути, некий перечень тех проектов, которые должны быть реализованы вами для того, чтобы вы реализовали свою стратегию. Если вы знакомы с методом управления проектами по agile подходу, то есть, например, Scrum, то вы наверняка знакомы с тем, что такое backlog. Backlog – это перечень, приоритизированный перечень задач обычно в проектном менеджменте. Так вот, здесь мы с вами вводим понятие стратегический backlog. Стратегический backlog – это, по сути, набор тех проектов, которые должны быть реализованы для того, чтобы вы могли более эффективно реализовать свою стратегию и достичь того видения, которое вы перед собой поставили. Вот это основные принципы. В любом случае, это лишь первый шаг. То есть, я вам здесь обрисовал некий обобщенный подход к стратегической сессии. Кстати, совсем скоро я буду проводить абсолютно бесплатный вебинар на тему эффективного управления бизнесом. И у вас будет прекрасная возможность познакомиться более подробно с комплексом инструментов по эффективному управлению бизнесом. Поэтому переходите по ссылке, которую вы найдете в описании. Там есть возможность зарегистрироваться бесплатно на этот вебинар. Это прекрасная возможность для вас получить ответ на вопрос, как эффективнее управлять своим бизнесом. Ну, собственно, здесь мы обрисовали ключевые элементы стратегического планирования. Если это видео оказалось для вас полезным, буду благодарен, если вы поддержите его своими лайками. Если вы впервые на нашем канале, то не забудьте подписаться и включить колокольчик, чтобы получать своевременное уведомление о будущих видео. С вами был Кирилл Куницкий. До встречи в будущих видео. Счастливо!